Всем привет! У микрофона Данил Добро. Вы на канале Быстрый ПК. В этом видео я вам расскажу про ноутбук Huawei MateBook 13 на процессоре AMD. Я им пользуюсь уже более полугода и думаю, что настало время заснять этот полный такой обзор детальный. Я почитал отзывы о данном ноутбуке и по отзывам сложилось такое неоднозначное впечатление. С одной стороны вроде пишут, что ноутбук очень хороший, с другой стороны пишут, что ноутбук не стоит своих денег, что цена слишком сильно завышена, а по факту вы получаете какой-то обычный китайский ноутбук, который особо ничем не примечательный, имеет кучу недостатков и так далее. Соответственно, в моей почему-то версии большинство недостатков, которые описаны типа там с Wi-Fi, с Bluetooth, я не обнаружил. У меня все прекрасно работает, я и по Bluetooth работал, и по Wi-Fi все прекрасно. Возможно, они, конечно, там не ставили драйвера или не обновляли их. Условно говоря, у Huawei есть свое приложение для обновления драйверов, и можно таким образом обновить драйвера, может быть, все начнет нормально работать. Ну, в плане именно с Wi-Fi, если это что-то связано. Возможно, заводской брак. То, что устройство плохо тестируется перед отправкой, и у меня тоже обнаружился такой брак, который я по отзывам везде прочитал, нигде не обнаружил. А у меня именно такой брак. У меня при подключении жесткого диска перестает работать все. Ну, в прямом смысле все. Подключается жесткий диск, во-первых, не работает, и монитор гаснет. У меня есть в виду подключенный, там вроде основной не гаснет. Но как только я отключаю зарядник от сети, и ноутбук перестает заряжаться, все начинает работать. То есть у меня какая-то проблема с питанием, скажем так. В остальном же, в данной модели, которую вот у меня в моем экземпляре, никаких проблем я не обнаружил. Работает и клавиатура нормальная, и подсветка работает, и с биосом все тоже нормально, все загружает. И грант в целом тоже вполне нормальный. Никаких таких сильных засветов нет, и повреждений, скажем так. Все хорошо. Со звуком тоже в целом все нормально. Конечно, некоторые пишут, что динамики снизу это не очень, типа, удобно. Но мне звук, если честно, понравился вполне нормальный. Скажем так, да, конечно, возможно, не идеальный, не там суперстерео какое-то звучание, но для такого компактного ноутбука что-то лучше, мне кажется, придумать сложно. И такой еще момент, то, что я поставил этот ноутбук в Windows 11, и все тоже вполне нормально заработало, без особых проблем, хотя по официальной поддержке от Huawei, по-моему, в Windows 11 ничего не приходило. Но все заработало нормально. Linux я тоже пробовал поставить, один Linux у меня не поставился, что-то он вообще не загрузился нормально в плане, почему-то он графику то ли не распознал, то ли еще что-то, в общем, непонятно. Но другой Linux поставил, и все нормально. Linux нет, если что. И в целом ноутбук мне понравился, но почитав вот эти все отзывы негативные, мне сложилось неоднозначное впечатление о данном ноутбуке, что, возможно, есть вероятность получить какой-то бракованный ноутбук, возможно, либо нужно проверить обязательно все драйвера, поставить, может, что-то не поставилось с автоматом. И все, что я могу сказать о данной модели. Если говорить о производительности, он в целом, у него вполне нормальная производительность, он, конечно, периодически шумит, периодически греется, и его лучше использовать на подставке, если честно вам сказать. В принципе, любой ноутбук я рейт не буду использовать на подставке, в том числе и компактные ноутбуки, как этот. Конечно, главный плюс – это компактность, а главный недостаток – это Type-C, и то, что вот у меня почему-то не работает съемный жесткий диск при подключении и при зарядке ноутбука. Соответственно, да, такие недостатки, которые я заметил. И в целом-то все. Как бы таких несерьезных претензий к этому ноутбуку нет. Одни, кто-то там еще писал про тачпад. Я почитал отзывы, но мне тачпад лично понравился. Я не заметил, что он, ну да, он там другого цвета, но это не критично. В целом все не такой уж прям сильно отличается, скажем так, цвет, что он прям вот выглядит дешевым и так далее. И клавиатура вполне тоже нормальная. Ничего мне не заело за эти полгода. И все вполне нормально работает. Ну, единственный еще главный недостаток именно данной модели – это ремонт на пригодность. Именно то, что если он сломается у неучета, то вот ремонтировать такому будет очень сложно. Потому что из Huawei не выпускают там контроллеры отдельно, все нужно покупать будет целиком, то есть плату целиком нет. Либо нужно искать какого-то супер-пупер-мастера, который сможет найти аналог, и что-нибудь там исправить. Особенно если вдруг сломается цепь питания. Вот как в моем случае у меня цепь питания сломана, судя по всему. И заменить это все очень-очень сложно, потому что все там отдельно как бы, ну, скажем так, все на одной плате. Мне очень удобно. Это прям такой серьезный недостаток, если вот рассматривать этот ноутбук. И если вы будете использовать его без подставки, очень как бы небрежно с ним обращаться, то ремонтировать его будет очень как бы сложно. И если учесть, что он довольно дорогой, то тем более. Я посмотрел, вроде его сейчас уже не продают. Возможно, где-то он все еще остался в каких-то магазинах. Ну, именно данная модель. Но в целом ноутбук хороший, мне понравился. Ну вот, опять-таки, есть вот этот вот нюанс, то что может быть, судя по всему, какой-то барак и так далее. Да, ну, как у меня. Остальной уже ноутбук вполне нормальный. И по тестам, то есть я тестировал и в видеоиграх, в целом все вполне нормально. Конечно, у меня тогда стоит на подставке. И сейчас я немножко, несколько страниц шутов вам покажу, что по поводу видеоигр. И все тоже вполне нормально, на мой взгляд. И что еще вам могу рассказать о данном ноутбуке? То, что за все это время использования никаких не возникло проблем с Type-C, кроме как подключением жесткого диска. И в целом ничего не сломалось. Имеется в виду, никакой вход не расшатался. И это самое главное. Что, мне кажется, важно в этом ноутбуке. Производительность не снизилась после того, как я перешел на Windows 11. И в целом все осталось так же хорошо, как и было. Мне ноутбук понравился. Я бы его стал бы рекомендовать, но так как здесь все-таки негативные отзывы, и если учесть, что тут нет USB-портов, то именно данную модель я бы не стал бы рекомендовать, если вы планируете использовать USB-шки. То есть, и флешки всякие, диски подключить и так далее. Потому что без этого переходника, который у меня был заранее куплен, использовать все довольно сложно. И думаю, на этом можно закончить мой обзор. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.